Отравление, потеря сознания и смерть. Станет ли это реальностью для каждого из нас? И может ли утечка метана стать одним из самых вероятных сценариев резкого изменения климата во всем мире? Об этом и не только в нашем следующем сюжете. В первый день весны российские медиа вновь заговорили о проблеме глобального потепления, а главное о повышении температуры и последующего высвобождения газов в атмосферу. Исследователи ведущего американского журнала Proceedings of the National Academy of Sciences заявляют, что концентрация метана в море Лаптевых сильно увеличивается, и причиной тому высвобождение его древних запасов, которые скрыты на дне под слоем вечной мерзлоты. Высвобождается прежде всего замороженный метан. Это может серьезно повлиять на климат планеты. Ученые изучили высвобождение метана в море Лаптевых и обнаружили, что уровень парникового газа на поверхностях в 4-8 раз превышает нормальные значения. Мы связались с заведующим кафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета Мингазовой нафисой Мансуровной. Она спрогнозировала, что участок, подверженный выбросам метана, будет безжизненным. Водные объекты, в которых есть метан, так называемые метановые озера, или когда идет выброс метана, например, от оходов, эти водоемы бывают, как правило, безжизненные. Мертвый водоем. Не случайно для них даже существует термин «мертвая вода». То есть такие водоемы стараются избегать местное население. На таких водоемах, по сути, невозможно работать. Нафиса Мансуровна также отметила, что выбросы метана чрезвычайно опасны для человека. Так она рассказала историю, как в одном из сел республики Татарстан женщина уронила ведро в колодец и попросила молодого соседа его достать. Он полез и не вернулся. За ним другой. В итоге три человека один за другим спускались, теряли сознание, получали отравление и умирали в этом колодце. И все потому, что на дне колодца была концентрация метана. Влиять же на концентрацию метана на природных объектах очень сложно. Эти мертвые зоны чрезвычайно токсичны. Комментируя тему высвобождения метана в море Лаптевых, эксперты геологической службы Соединенных Штатов Америки считают, что пробуждение метановой бомбы является одним из самых вероятных сценариев резкого изменения климата. Российские ученые говорят, что метан из-под Арктики вряд ли повлияет на потепление мгновенно. Но опасный процесс уже запущен и очевидно будет продолжаться, поэтому исследованием остается только анализировать его возможные последствия. Илья Андреев, Виолетта Басова, Универ Ньюс.